Далее говорим о Беларуси. Что будет с вагнеровцами, которые размещаются на территории республики после гибели их главаря Пригожина? Лукашенко утверждает, что никуда они не денутся и что наемников в стране около 10 тысяч. Также поговорим о российском ядерном оружии на территории Беларуси. Кто ответит за депортацию украинских детей, которых Россия свозит в республику якобы на отдых, а на самом деле для промывки мозгов? Франок Вечерко, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, к нам присоединяется. Франок, здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Франок, обязательно поговорим об озвученных темах, но первый вопрос, который хотелось бы задать, это о том, как Лукашенко назвал крушение Пригожинского джета слишком грубой и непрофессиональной работой, чтобы обвинять в этом Путина. Не кажется ли вам, что Лукашенко в данном случае произошла прям оговорочка по Фрейду, что называется, потому что выходит в таком случае, что все негрубые и профессиональные убийства в России тех людей, которые так или иначе мешали Путину, это дело рук Путина? Ну, я думаю, что Лукашенко решил не скрываться, потому что все тут понимают, что за убийством стоит Путин и таким-то образом аккуратно намекнул, чтобы себя, собственно, и не подставить. Но он молчал, ждал, пока Путин первым выскажется о смерти Пригожина. Видно, ожидал каких-то инструкций с Москвы, каким образом реагировать. Ну и вчера просто выдал такой словесный понос, где наговорил всякого. Наговорил и про Пригожина, про вагнеровцев, про то, что никаких гарантий на самом деле не было. Но говорил как-то неуверенно, чувствуется дрожь в голосе. Конечно, вся эта ситуация сильно ударила по его позициям и по доверию к нему, даже собственного окружения. А что с вагнеровцами на территории Беларуси? Потому что украинская разведка и пограничники сообщают о том, что они выезжать стали еще до смерти Пригожина. Лукашенко утверждает, что никуда они не деваются, а если те, кто едут, это по каким-то своим делам в отпуска или просто для ротации. И что 10 тысяч в стране остается вагнеровцев. И лагерь, мол, не демонтируют, как писали ранее СМИ, а просто убирают лишние палатки. Что вам известно о нахождении вагнеровцев в Беларуси? Ну, Лукашенко два месяца утверждал, как вагнеровцам хорошо в Беларуси, как они поднимут страну из руин, будут тренировать военных, водил их по школкам. Но сейчас надо как-то сохранить лицо и пытался оправдываться, что, мол, все остаются, всем нравится, никто не уезжает, я все держу под контролем. Но очевидно, что лагерь сворачивается, уже половину палаток нету. Да, он объясняет тем, что кто-то поехал в отпуска, кто-то на миссии в Африке, кто-то расквартировался. Но мы имеем другие доказательства, что они понемногу выезжают. В самом окружении Вагнера есть паника. Неизвестно, удастся ли выбрать какого-то нового начальника, командира и сохранить организацию. Я думаю, что и у Лукашенко в офисе тоже обсуждают, что с ними делать. Я думаю, что сам Лукашенко хотел бы каким-то образом сохранить контроль над организацией. Но чем платить? Они тут стоят дорого. Это не рабы, лояльные силовики, которым можно ничего не платить и будут защищать его за просто так. Вагнеровцам надо платить приличные суммы. Денег этих нету. Возможно, часть организации он пытается встроить собственные силовые структуры. Но я думаю, что абсолютное большинство просто разбрыдутся, разъедутся или поедут на свою привычную работу в Африку, возможно, в составе других частных военных компаний. Слушайте, а вот эти слова Лукашенко о том, что, мол, палатки исчезают, потому что кто-то туда поехал, кто-то туда поехал, кто-то в отпуск, кто-то еще куда-то. Он как себе представляет, что вот этот лагерь вагнеровских наемников, это как детский оздоровительный, утром день Нептуна, вечером брусничный кисель, на следующий день к мамке с папкой вернулись. Для кого эти оправдания, которым, ну, мне кажется, уже даже и озаренок не поверит? Ну, я думаю, что он пытается так перед окружением, перед белорусским обществом оправдаться, потому что невозможно, ему сложно поменять на 180 градусов свою риторику. И надо как-то подыгрывать, надеясь, что через пару дней все забудут ситуацию с Пригожиным и с Вагнером. В целом, от этой ситуации и от смерти Пригожина Лукашенко и его легитимность сильно пострадали. Его силовые элиты чувствуют, что Лукашенко ситуацию не контролирует. Понимают, что вся эта игра в Лукашенко-миротворца, который договорился между Путином и Пригожиным, что это был блеф, фейк. Ну, и белорусское общество понимает, что лукашенковские все обещания и слова ничего не стоят. Гарантии безопасности, о которых он несколько раз в разных интервью на протяжении двух месяцев повторял, они оказались абсолютно бредом, враньем. Сейчас он говорит, что я и не говорил, что там я ему гарантирую какую-то безопасность. Но люди верно услышали и вчера в белорусских форумах, чатах, белорусских медиа активно обсуждали, чего стоят его гарантии и в целом, чего стоят любые сделки с диктаторами, как с Лукашенко, так и с Путиным. Институт изучения войны аналитики считает, что смерть Пригожина стала для Лукашенко своего рода сигналом в том, что его возможности для ведения переговоров с Кремлем резко сократились, как и усилие воспрепятствовать сближению с так называемым союзным государством. Вы согласны с этим? Ой, я не знаю. И там постоянно Институт изучения войны подает Лукашенко какого-то самостоятельного игрока, у которого своя повестка, и он там лавирует и играет. Нет, он получает инструкции, он понимает, что его выживание полностью зависит от Кремля. Путин его попросил разыграть какую-то роль во время мятежа Пригожина, Лукашенко разыграл. Надо будет Путину, чтобы он там, не знаю, убрал Вагнера, Лукашенко уберет, пока что инструкции не поступили. У Лукашенко нету никакого пространства для маневра. Он на поводке у Путина, размер, длина поводка может изменяться, но он исполняет роль губернатора. Сейчас вы увидите, что он поедет там по начальникам ДНР, ЛНР Крыма, Абхазии, Осетии, пошлет своего министра на генассамблею голосовать в поддержку Путина, что это вот фашисты в Украине развязали войну. Будет полностью повторять все нарративы Кремля. Никакой самостоятельности у него нет, не будет. И надо к нему относиться так же, как относимся к Путину. На скамью подсудимый, под трибунал. Президент Польши Анджей Дуда во вторник заявил, что Россия уже находится в процессе перемещения части своего ядерного оружия в Беларусь. Какие есть этому подтверждения? Как будут реагировать соседи Республики Беларусь, Литва, Латвия и Польша, которые уже отгораживаются от Беларуси из-за провокаций на границах и потенциальных угроз? Ну, все, что мы знаем, это со слов Лукашенко и Путина. У нас видео, фото, материалов, доказательств прибытия оружия в Беларусь нет. Мы общаемся и с белорусским гайном, и со всеми расследователями. Есть только слова, что какие-то части ядерного оружия доставлены. Мы понимаем, что тактическое оружие, оно небольшое, негабаритное. Его можно, конечно, ввести в страну на транспортных поездах. Но готово ли это оружие к использованию? Скорее всего, нет. Оружие – это такая страшилка для Запада, в первую очередь, чтобы расколоть западное общество, напугать и заставить Польшу-Литву усиливать свою оборону, вместо того, чтобы поддерживать Украину. И они эту карту разыгрывали особенно активно перед саммитом НАТО. А потом саммит прошел, и уже как-то и забыли про ядерное оружие. Госпропаганда минимально об этом говорит. И мы видим, что как и вагнеровцы, так и ядерное оружие. Главная цель – это психологическое давление. И они через свои пропагандистские медиа, через вбросы, они этим активно пользуются. Украинские дети, которых Россия нелегально, незаконно депортирует, свозит, в том числе и в Беларусь, где там детям промывают мозги, внушают нарративы российской пропаганды. В июне Павел Латушка называл цифру о более 22 тысяч детей, которых свезли в Беларусь. Что известно о судьбе этих детей? С тех пор привозит ли Россия еще в Беларусь украинских детей, депортируя их насильственно, фактически, с территории Украины? И понесут ли наказание все причастные в этой депортации? Те, кто выполняет приказ, кто перевозит, кто участвует в этих транспортных схемах, так скажем. И главные организаторы, в том числе и Лукашенко. Мы будем делать все, чтобы понесли ответственность, понесли наказание. Три недели назад мы были в Киеве с Павлом Латушкой и передали все документы украинской стороне. Имена, доказательства. Есть огромная непубличная часть этих материалов. Также Павел Латушкой передал это в Международный уголовный суд, где уйдется расследование против Львова, Белова и Путина уже. Мы считаем, что против Лукашенко должен быть тоже выдан ордер на арест. Случится это в следующем месяце или через пару месяцев, мы не знаем, но мы доведем дело до конца. Что с детьми? Часть детей остается в Беларуси. Это происходит с личного согласия Лукашенко. Большинство сироты. Часть из них возвращается в Россию. Это по той же схеме, как они вывозят в Россию, они вывозят в разные лагеря в Беларуси. И это покрывается окружением Лукашенко. В этом участвует Лукашенковский Красный Крест. Поэтому одна из компаний, которые мы проводим, это исключение. Лишение аккредитации Белорусского Красного Креста в Международной ассоциации Красного Креста. То есть Красный Крест, который должен защищать людей, бороться за права человека, помогать. Он участвует в преступлениях, в военных преступлениях. И они также соучастники и также должны понести ответственность. Вместе с Лукашенко и вместе со всеми логистами, которые помогают в вывозе украинских детей. Франок, вот смотрите, Владимир Путин и Мария Львова-Белова за депортацию украинских детей получили ордеры на арест от Международного уголовного суда. Неужели Лукашенко, будучи достаточно хитрым диктатором, неужели он не понимал, вывозя, воруя, депортируя украинских детей на территорию Беларуси, что его ждет такая же участь? Как думаете? Вчера он об этом активно высказывался. И видно, что перспектива Гаги его очень беспокоит. Он сокрушался в эмоциях, что вот они, мол, я тут детишек вывожу, оздоровляю, они хотят меня в суд, уму немыслимо. Возможно, он на самом деле не осознавал, что за все преступления приходится отвечать. Раньше же его преступления оставались внутри Беларуси, международное сообщество молчало и после самолета в целом не понес, после Райан-Эйра и захвата самолета с Протасевичем, он не понес ответственности за мигрантов, кроме нескольких пакетов санкций не было сильной реакции. И он здесь надеялся также соскочить. Но внимание к вывозу детей международного сообщества такое огромное, имя Лукашенко звучит так часто, что он нервно курит, понимает, что ответственность Гага ждет. И это также создает напряжение внутри его близкого окружения. Я думаю, что они сейчас продумывают тактику, каким образом оправдаться, защититься, уйти от ответственности. Но мы не должны давать ему спуск, и будем работать с Украиной, с украинским правительством, чтобы довести Лукашенко до суда. Хочется еще коротко вас спросить о саммите БРИКС, который завершился, и заявки стать полноправными членами получили Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Солдовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Но не получила Беларусь, которая тоже хотела вступить в союз БРИКС. Почему? Да, это тоже провал лукашенковской дипломатии. Они послали туда министра Олейника. Он там всех ублажал и облизывал, что мы здесь отличные партнеры, помогаем России. Но даже чары Путина не помогли убедить других партнеров БРИКСа, что Лукашенко там полезен. Лукашенко слишком токсичен, вся его вертикаль служит только одной цели. Это сохранение лукашенковской власти. И в целом участие Лукашенко в будь каких ассоциациях, она скорее этим ассоциациям несет вред. И даже в БРИКСе, даже в БРИКСе это понимают. Поэтому оставили их за бортом. И это такой хороший наш успех, на мой взгляд, по делегитимизации Лукашенко. Также он не поедет на Генассамблею ООН. Тоже важный фактор. Это также показывает, что его не воспринимают как полноценного лидера Беларуси. Спасибо вам большое, Франок, за то, что нашли время с нами пообщаться. С Франком Вечеркой говорили о будущем наемников из ЧВК «Вагнер» в Беларуси. И о перспективах Александра Лукашенко получить ордер на арест от Международного уголовного суда. Продолжение следует...